Основные наши собрания. Основные наши собрания. Он любит вас. Он любит нас всех. А почему есть страдания? Конечно, дать ответ на этот вопрос за 30 минут на самом деле практически невозможно. Но я хотел бы сегодня, чтобы мы прикоснулись к Слову Божьему и к неким размышлениям, какой ответ именно дает христианское учение на этот вопрос. Но в самом начале хочу вместе с вами читать из Слова Божия, это книга пророка Даниила, 3 глава. Сегодня для нас это основной текст, который мы будем читать с 23 по 25 стих. Пожалуйста, если у вас есть с собой сегодня Библия, в бумажном виде, в электронном, на телефоне можете открыть. Давайте вместе будем читать эти стихи. Книга пророка Даниила, 3 глава, с 23 стиха. Написано так. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Это Слово Божие, но это конец истории, которая началась намного раньше. Когда мы читаем книгу пророка Даниила, мы узнаем в самом начале, что при переселении некоторых израильтян в Вавилон, туда были приведены 4 молодых человека. Им были даны новые имена, были явлены определенного рода чудеса в том, что эти молодые люди отказались есть со стола царского, то есть есть идола жертвенная, потому что они верили Богу всемогущему, всевышнему. И знаете, Бог поднял этих молодых людей до высот, которые кому-то только, наверное, могли сниться. Они стали одними из вельмож в этом государстве и принимали активное действие в управлении этим государством. И однажды царь Новохудонорсов по научению своих других вельмож решил как-то возвеличить свое имя. И сделал золотого истукана, который был очень большой, его поставили посреди города. И в определенное время, когда должны были прозвучать музыкальные инструменты, трубный глаз, все должны были пасть ниц и поклониться золотому истукану и прославить имя царя. И когда все это произошло, некоторые из них, ну вот конкретно эти трое, это Сидрах, Месах и Авдинага, Слово Божие не говорит нам о том, где в это время был Даниил, это четвертый среди них. Но вот эти трое, они не поклонились. Знаете, вот жизненная ситуация. Ты живешь, ты находишься в обстоятельствах, которые, может быть, не совсем тебя устраивают, но ты научаешься жить в этих обстоятельствах. И даже больше можно сказать, в этих обстоятельствах ты научаешься быть, ну, одним из лучших и, наверное, счастливейших людей того времени. Да, у них была государственная должность, да, они были уважаемые на этот момент. У них все было хорошо, вроде бы, как бы, испытания закончились некоторые, все хорошо. И независимо от того, что эти люди делали, приходят обстоятельства, царь, вот, ну, что ты себе придумал? И говорит, а давайте вот устроим вот такое мероприятие. Ну, народу-то много. Кто там увидит, кто поклонялся, кто не поклонялся. Вы знаете, как всегда в нашей жизни бывает, обязательно находятся люди, которые расскажут о том, что ты делал или не делал. И те, которые видели, что эти трое не поклонились, они пошли к царю и говорят, царь, ты сказал? Царь говорит, я сказал. Он говорит, а вот они не сделали, как ты сказал. Царь очень сильно рассердился, ну, как это, государственные служащие, те, которые, по сути своей, должны поддерживать миропорядок в государстве, и не делают то, что сказал царь. Он призвал этих троих молодых людей, и они ему сказали, царь, все хорошо, мы тебе служим, мы будем делать, делаем все, что ты говоришь. Ну, вот есть одна особенность, мы поклоняемся Богу Всевышнему, и поклоняться идолу и стукану, которого ты создал, мы не будем. Царь издает указ, этих троих связывают, причем царь настолько оскорбился сильно, что печи для казни раскалили в семь раз больше, чем это делалось обычно, что даже люди, которые бросали этих троих в печь, они погибли. Но когда эта казнь свершилась, оказалось, что эти трое в печи не погибли. И царь очень сильно удивился от того, что он увидел тех, которых бросили в печь, что они там ходят, и руки их не связанные, но более того, с ними ходит кто-то еще, подобный Сыну Божьему. Знаете, эта история очень сильно похожа на историю людей, которые сегодня живут, верующих людей, которые живут в этом мире. Похоже она тем, что мы в этом мире можем находить своего рода благополучие и благодать. Мы можем научаться жить в этом мире и зарабатывать финансы, достигать какого-то положения в обществе, быть просто людьми, которые живут в этом обществе, но потом бывает так, что в нашей жизни случаются какие-то обстоятельства. И мы чувствуем себя, как будто в печи огненной, как будто тебя засунули туда, куда ты не хотел. Ты даже не прилагал усилий к этому никаких, ты просто жил, как жил, ты просто верил, как верил, ты просто живешь жизнью, и вдруг что-то в один момент меняется. Независимо от того, хочешь ты этого или нет, кто-то принимает какие-то решения. И тебе нужно как-то на эти решения реагировать. Независимо от того, насколько справедливо то, как ты веришь, как ты ходишь и вообще как ты реагируешь на эти обстоятельства, кто-то вдруг считает, что ты делаешь это неправильно. И более того, ты достоин какого-то наказания, и в данном случае, вот в этой истории, это наказание смерть. Но знаешь, в наших жизнях бывает так, что мы попадаем в эти обстоятельства, и это вроде бы не смерть для нас, но иногда люди используют фразы такие, смерть лучше, чем такая жизнь. Давайте вспомним людей, или может быть мы сами были в таких обстоятельствах, когда мы говорили, эти страдания невыносимы, никто не может облегчить их. И вот в чем дело, люди сегодня, они сталкиваются со страданиями. В этом мире мы неизбежно сталкиваемся со страданиями и со злом, с несправедливостью. И иногда это доходит до такой степени, что мы чувствуем, что мы как будто находимся в печи. Все вокруг полыхает, и ты не знаешь, что с этим делать. И умереть-то не можешь, вот в чем особенность. Конечно, вот в этой истории есть выход, и в названии моей проповеди сегодня есть выход, о котором я бы хотел говорить, что с этими тремя в печи был сам Сын Божий. И царь, который видит, он свидетельствует и говорит, посреди них я вижу четвертого, подобного Сыну Божьему. Это тот ответ, который сегодня христианство дает в наших жизнях, что Господь с нами. Он посреди огня с нами. Не просто посреди благополучия, успеха, не просто посреди тогда, когда, знаете, у нас все хорошо, но и в тяжелых обстоятельствах, когда кажется, что все уже абсолютно плохо, он с нами. И у него есть выход. Но вот в чем особенность. Мы встречаемся с людьми, которые задают те же самые вопросы, которые задаем и мы иногда себе. И мы спрашиваем, можем ли мы справиться с этими обстоятельствами? Как справляться с этими обстоятельствами? В конце концов, а почему это вообще все происходит? Знаешь, страдания и несчастья – это всегда вызов нашей вере. Вызов тому, во что мы верим. Вызов тому, что является основанием нашей жизни. Вызов тому, какие наши принципы и на чем они покоятся. Знаете, перед нами всегда встает этот вопрос, что поможет нам справиться с несчастьем. И христианство открывает три важных темы и в своем учении, которые говорят о том, каким образом справляться с несчастьями, каким образом справляться со страданиями в нашей жизни. Эти темы, они сугубо, наверное, такие богословские, но они имеют практическое применение в нашей жизни. И иногда кто-то говорит, ну вот нужно ли углубляться вот в подобное? Но нам нужно углубляться для того, чтобы в этом мире продолжать жить и более того, благовествовать Евангелие Иисуса Христа. Потому что это непосредственно связано с нашей жизнью. И я хотел бы сегодня, может быть кратко, но сказать об трех группах этих тем, которые открывает нам Писание, чтобы мы подумали и попробовали осмыслить то, что происходит в жизни человека. И первая группа доктрин христианского учения, она связана с созданием мира и с грехопадением. То, каким образом Бог создал мир и грехопадение, которое произошло в Эдемском саду, напрямую связано с нашим приходом к пониманию того, что есть страдания и как нам справляться со страданием в нашей жизни. Знаете, когда мы читаем, мы открываем книгу бытия, мы можем читать первую, вторую главы. Мы читаем о том, что Бог создал мир без боли, без слез, без страданий. Он его создал совершенным. В Слове Божьем даже не написано, что Бог создал человека, чтобы в итоге человек когда-то умер. Это вот после грехопадения уже появляется понятие смерти. А до этого момента этого понятия не существует. Вот эти первые две главы говорят о том, что Бог створит мир совершенным и поселяет там человека и дает ему определенное повеление. И нету ни слова, нету никакого напоминания о том, что смерть вообще есть. Так мир задумал Бог. И нам бы хотелось жить в таком мире, на самом деле. Мире, в котором нету вот этого всего, что есть сейчас. Знаете, зло само по себе не было первоначальным замыслом. Вообще в первоначальном замысле Бога, его как такового, не было. Оно не было частью этого замысла. Мы должны это понимать. И те из нас, которые чувствуют, что любая смерть, это неправильно, на самом деле не ошибаются. Какая бы она ни была, благополучная в старости или трагическая при какой-то катастрофе или случайности, или смерть, которая приходит через болезни или какие-то другие обстоятельства, когда человек переживает страдания, она несправедливая, ее просто не должно быть. Это неправильно. И это нормально. Потому что мы понимаем, что это не то, что задумал Бог. Где-то внутри каждого человека есть, ну, я бы сказал, знаете, нормальное, нормальное такое чувство, когда страх смерти. Даже осознавая, будучи верующими людьми, осознавая, что мы не умрем совсем, но перейдем из этой жизни в жизнь новую, мы бы все равно не хотели бы столкнуться вот с этим событием в нашей жизни, ну, буквально здесь и сейчас. И это нормально. Потому что этот, этот, сам этот момент, он где-то страшит. Сам этот момент, он непонятен. Даже если ты веришь и убежден, вот этот вот, ты к этому моменту не хочешь подходить. Я, к сожалению, говорю, что в своей жизни переживал, по крайней мере, один момент, когда я думал, что возможно это все. Но в тот момент, я, наверное, так сильно не думал, я просто покрепче взялся за руль и сказал, Господи, не моя воля, но Твоя да будет, потому что от меня уже не зависело ничего. Милость Божия, что я сегодня стою здесь. Уже 10 лет прошло, и я думаю, значит, я тебе еще нужен здесь. Но в тот момент, как бы ты ни верил, не думал, ой, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, как апостол Павел говорит. В тот момент, когда ты приближаешься к этому порогу, смерть для тебя приобретение. Мне кажется, это кажется чем-то, что сейчас это несправедливо, это не сейчас, это не должно быть. И мы не ошибаемся. Почему? Потому что Бог не задумывал это для нас. Он сотворил этот мир, Он сотворил человека в изначальном своем плане, в котором не было ни зла, ни несчастья, ни смерти. Но вот в чем вся особенность. Все, что дальше испортило это, и уже тот мир, в котором мы живем, это грехопадение. И, конечно, можно попробовать свалить всю вину на Адама и с Евы и сказать, ну это вот они, а мы теперь тут расхлебываем вот эту вот всю ситуацию. Но, простите, Адам и Ева были лучшие люди из всех, которые жили на земле. Лучшие, потому что они были созданы совершенно. Лучшие, потому что они были способны на многое. Лучшие, потому что они были в начале. Но, знаете, ну вот в тех лучших проявилось то худшее, что, в принципе, проявляется в каждом человеке. И мы это сегодня можем называть первородным грехом. Мы говорим о том, что это вот то состояние зла, которое есть в сердце человека. Позже в книге Бытие мы будем читать Бог, когда Бог говорит, что он раскаялся, что создал человека. И написано, что он посмотрел в сердца и сказал, зло это есть помышление их сердца во всякое время. Зло это то, что изнутри, из сердца человека идет. Оно не приходит откуда-то извне. Оно из нас самих приходит. Приходит в нашу же жизнь и происходит то, что происходит. Знаете, грехопадение, как учение христианства, говорит нам о том, что первоначальный замысел был нарушен именно по причине того, что человек утратил отношение с Богом. Человек отказался от власти, которая была над ним, от Божьей власти. Отказался от того, чтобы советоваться с Богом и идти его путями. Человек решил сам принимать решения в своей жизни и определять, что есть хорошо, что есть плохо. Человек последовал за знаниями, которые для него были так вожделенные, но в итоге эти же самые знания и приводят человека к тому, в чем мы сегодня находимся. Удивительно то, что когда люди что-то придумывают изначально, это помогает нам бороться со злом и несчастьем в нашем мире. Но спустя какое-то время то же самое люди уже начинают использовать для того, чтобы причинять боль другим и переносить зло и несчастье в жизни других людей. И эта борьба, она продолжается постоянно. Это не борьба дьявола с Богом, потому что с Богом невозможно бороться. Это по сути своей борьба человека самого с собою. С одной стороны мы стремимся сделать что-то лучшее, как-то усовершенствовать наш мир. А с другой стороны потом эти же наши изобретения, эти знания используем для того, чтобы все разрушить. И чтобы сделать этот мир еще хуже. Мы изобретаем, чтобы оно нам помогало, а потом это же используем для того, чтобы все опять испортить. И христианство, Библия, библейское учение четко и ясно конкретно нам это показывает. Какой человек. Это приводит нас к пониманию того, что откуда берется зло и каким образом нам справляться с несчастьями. Знаете, еще там в книге Бытие написано, что когда человек согрешил, написано, что человек будет возделывать землю руками своими, то есть трудиться. И от трудов рук своих он будет получать благословение. Но вместе с тем, что земля будет произрастать, произращать для человека, вместе с этим будут произрастать тернии волчься. Ты можешь трудиться. И знаешь, как бы труд всегда приносит благословение. И можешь быть благословен отдел рук своих, но какой-то несчастный случай, катастрофа какая-то, просто случайность, может все свести на нет. И тебе казалось бы, ты вот трудился и все в твоей жизни должно быть сейчас хорошо, потому что ты заслуживаешь этого. А потом буквально один момент, и у тебя уже, возможно, ничего нету. И ты задаешь себе вопрос, как такое может быть. И история о творении показывает нам, когда Бог говорит, но она произрастит тебе тернии волчься. И знаешь, это не то, что Бог задумывал, это не то, что было в его первоначальном замысле, но после грехопадения теперь все отличается от первоначального замысла. Доктрина грехопадения приводит нас к такому, знаете, я бы сказал, удивительному пониманию страдания. Она отвергает мысль, что человек страдающий более грешный, чем какие-либо другие люди, которые не страдают в данный момент. Она просто приводит нас к пониманию того, что страдания, боль, зло это спутники нашей жизни. К сожалению, мы с этим ничего сделать не можем. Это не от нас. Когда мы читаем с вами книгу Иова, мы можем увидеть вот бессмысленность страдания, казалось бы, человека, который поклонялся Богу. И в один момент происходит что-то в его жизни, он теряет абсолютно все. И знаете, что удивительное? Приходят его друзья, чтобы утешить его. И вместо этого они начинают говорить, видно, ты грешен сильно, брат, раз с тобой это все происходит. Что-то с тобой не так. Чего-то мы не знаем. Вот мы, у нас-то сейчас все хорошо, значит наши пути правильные. И так почему-то в нашей жизни происходит, что люди очень часто определяют. Если у меня все хорошо, значит я все правильными путями иду. А если у него все плохо, значит он грешник. Значит что-то не так. Но знаете, что доктрина грехопадения, учение грехопадения учит нас тому, что на самом деле все согрешили, лишены славы Божьей. Учит нас тому, что тот, кто страдает сейчас, он ни на сколько, ни больше, ни хуже тех, которые сейчас страдают меньше. Она просто показывает нам, что это в этом мире есть по причине грехопадения. С другой стороны, она приводит нас к пониманию страданий и смерти в целом. Мы понимаем, что смерть это естественное следствие. И я бы сказал, что такое, знаете, справедливое решение относительно первородного греха. Апостол Павел выражает это так и говорит о том, что возмездие за грех смерть. Сначала говорит о том, что все согрешены, лишены славы Божьей, а потом говорит, что возмездие за грех смерть. Если бы мы были объективны, если бы мы немножко могли отстраниться от самих себя и от того, что мы чувствуем и переживаем сейчас, мы бы могли сказать, это справедливо. А как иначе Богу было поступить с творением, которое по сути своей пошло против Него? Бог не уничтожает творение свое сразу, но Он дает возможность творению Его жить в этом мире и через отношения с Ним пережить определенного рода благословение. Но следствие грехопадения, это смерть, которую имеют люди, даже когда ты умираешь в 99 лет, это все равно следствие. Бог изначально не задумывал так, но это пришло в жизнь человека, и мы должны это понимать. Если мы это принимаем, если мы понимаем то, чему учит христианство, чему учит Библия, то знаете, мы в каком-то виде можем достигнуть некого облегчения в нашей жизни. Просто смирившись с тем, что это неизбежность жизни, мы можем приобрести облегчение. Это тяжело понять разумом. Вот рационально понять это практически невозможно, но такой вот французский философ и богослов, математик, физик 17 века Блес Паскаль выражает это подобным образом. Он говорит, что у нас есть разум сердца. Он дает такое определение и говорит о том, что вот разум сердца очень часто говорит иное, чем наш рациональный разум. То есть мы где-то сердцем чувствуем, что это правда. И вот доктрина о сотворении и грехопадении дают нам понимание и дают возможность нам смириться. Когда мы чувствуем, что да, это так, это справедливо, даже если я немного чувствую по-другому и хотел бы по-другому, но я готов согласиться с этим, что никуда от этого не деться, это уже часть истории, и мы в этой истории живем. Причем эта доктрина помогает нам исключить жалость к себе. Ну знаете, как человек, который живет с мыслью о том, что все вокруг несправедливо, и никак это не разрешается, то начинает просто становиться себя жалко. Думаешь, ну вот у меня такие обстоятельства жизни, вот у других по-другому, а почему со мной так, чем я заслужил это в конце концов. Но когда мы понимаем, что все согрешили и лишены славы Божьей, когда мы понимаем, почему это происходит, знаете, с этой жалостью достаточно легко справиться. Мы можем сказать, да, это обстоятельства жизни, в которой нам теперь приходится жить. Мы можем укрепить свою душу, помочь ей не удивляться, когда жизнь осложняется. Ну вот люди уже, наверное, более среднего и старшего возраста, кто пережили некоторые моменты в своей жизни в нашей стране, уже часто ничему не удивляются. Когда нам говорят о том, что будет и то, и другое, и пытаются вводить какие-то санкции против страны и всего остального, вот старшее поколение смотрит на это как-то вот, по-моему, по-философски. Говорит, ну ладно, мы Советский Союз пережили. 90-е пережили. Что там, обвалы рубля пережили. Я все вспоминаю историю, когда хотел себе купить квартиру, а купил музыкальный центр после этого обвала рубля. Ну ничего страшного, слава Богу, зато музыку слушали. Понимаете, мы как-то вот философски стали относиться, ну, по крайней мере, мы русские, я так, ну, кто может себя назвать русским, да? Мы вот как-то философски стали к жизни относиться. То есть переживая какие-то трудности, нас уже ничего не удивляет. Мы говорим, ну хорошо, и это переживем. И в какой-то степени это укрепляет человека. Но когда это касается непосредственно меня и тех осложнений, которые приходят в мою жизнь, бывает, что моя душа, она может быть ослабевает. Мне тяжело. Так вот, вот этот разум, когда сердце наше осознает, что это обстоятельство, которое, возможно, не изменится в нашей жизни, когда мы сердцем это принимаем и чувствуем, мы можем смириться. Не просто перед обстоятельствами жизни, а перед тем, что происходит всегда, чтобы идти путем этой жизни свободно, спокойно, справляясь с тем, что сейчас, с конкретными событиями, которые сейчас происходят. И христианство очень хорошо помогает нам в этом. Вера в учение, которое передано нам через Слово Божие, от тех, которые шли до нас, мы укрепляемся. Вторая группа, доктрина, о которых стоит сказать, это доктрина о страшном суде и обновлении мира. Да, знаете, вот мы сначала говорим о сотворении и грехопадении, о том, что было в начале. Но следующее, о чем бы стоило сказать, это о том, что будет в конце. Люди, которые заявляют и говорят о том, что я не хочу верить в Бога, который вот такой страшный и судящий. Не хочу верить, что Бог это судья наказывающий. Сегодня есть такие течения, движения, которые говорят, все это придумки человеческие, Бог он любящий. Он вообще всех любит.